Сочонки Здравствуйте! Это специальный выпуск «Горячие линии» из Таницы Зеленчукской. На канале «Россия-1» и «Радио Россия» мы вещаем о том, чтобы рассказать зрителям, как повысить пенсию и получить дополнительные надбавки из пенсионного фонда. Сегодня на наши вопросы и вопросы наших зрителей будут отвечать руководители отделения пенсионного фонда в Зеленчукском районе. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как я говорила ранее. То есть, если он учится в институте и получает стипендию? Даже если он учится в институте и получает стипендию, он может в выходные дни, приезжая домой, осуществлять уход за престарелыми людьми. То есть, скопать огород, наносить воды, постирать, побелить, покрасить что-то там. Или другие какие-то сельхозработы произвести, потому что мы живем на селе. И это тоже считается уходом за престарелыми. Тот человек, который ухаживает за стариками за 1200 рублей, за сколькими стариками он может ухаживать, чтобы все-таки и надбавка была хорошая, и стаж пенсионный накопить? Ограничение в количестве людей, за которыми можно ухаживать, закон не предусматривает. Но по практике у нас максимум 3-4 человека, за которыми оформляется ухаживать. На практике нашего района. Ну а скажите, пожалуйста, как безработным невесткам, которые в аулах живут, негде работать, а на пенсию все-таки хочется в 55 лет выйти? За сколькими стариками им надо ухаживать? Или есть ли у них в этом случае шанс в 55 лет выйти на пенсию? Независимо от количества стариков, за которыми она ухаживает, она должна иметь страховой стаж и определенное количество баллов на день исполнения 55 лет. И только потом можно будет говорить об оформлении на пенсию именно в 55 лет. Ну вот если она когда ухаживает за одним стариком за 1200 рублей, там какой стаж и сколько баллов начисляется? 9 лет стажа и 13,8 баллов она должна иметь. 55 лет для того, чтобы выйти на пенсию. Вот, теперь вопрос. 1200 рублей человек получает и вдруг он идет на работу. Пенсионерка спрашивает. Мне 77 лет, инвалид второй группы, совсем одиноко. Могу ли в качестве исключения или по рекомендации врача и соседей получить выплату 1200 рублей для ухаживающей? Бывают ли исключения? Или обязательно надо быть инвалидом первой группы и пенсионером 80 лет? Бывают исключения, но соседи как бы в данном случае не нужны нам абсолютно. Нам нужна справка из медицинского учреждения, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе. При наличии такой справки, которую выдает медсанчасть. Ну а в Зеленчуке кто должен выдавать? При наличии справки о том, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе, мы оформляем уход. Этот участковый врач должен дать эту справку? Ну центральная районная больница выдает. Продолжение «Горячей линии» после рекламы. Вы ее ждали! Встречайте новую долгожданную коллекцию шуб в салонах «Вятские меха». Скидки до 50%. ТЦ «Панорама», улица Кавказская, 37, первый этаж. Вико, пить! Наследника! Родить! Поздравляю, папаш! Мальчик у вас! Эй, Вико, живи легко! Новая весенняя коллекция обуви «Зенден». Скидки до 50% на весеннюю коллекцию. Могу позволить себе все вместе с «Зенден». Вы ее ждали! Встречайте новую долгожданную коллекцию шуб в салонах «Вятские меха». Скидки до 50%. ТЦ «Панорама», улица Кавказская, 37, первый этаж. Пенсию добавили, задуматься заставили. Видно, это неспоста, коммуналка подросла. Это горячая линия специального выпуска «Станицы Зеленчукский». Продолжаем. Весь прошлый год в стране был ажиотаж, когда пенсионеры приходили в фонды, в отделение фонда, для того, чтобы повысить свою пенсию за рождение детей. Суммы называли «самые фантастические» и 3000 рублей на ребенка, и 5, и 10, и все остальное. Это якобы за советских детей. Скажите, пожалуйста, как вы пережили это нашествие, и есть ли результат после того, как люди обратились за этим перерасчетом? Поток был огромный. Приходилось объяснять людям то, что пишут где-то в интернете или неофициальные источники, что они дезинформируют людей. Приходилось давать консультацию прямо здесь, в зале приема. Прием мы вели и по электронной записи из личного кабинета, и по живой очереди. Но вот цифры какие сейчас? Сколько человек получили надбавки? Из количества обратившихся, порядка 30% людей, которые обратились за этой выплатой, было невыгодно. Поэтому перерасчет пенсии, мы оставили старый размер пенсии, потому что если человеку выгодно оставить старый размер пенсии, мы его оставляли старый. Если выгодно перейти по новому расчету, то переводили на новый. Но невыгоден этот перерасчет был, видимо, тем, у кого пенсия была большая. Невыгоден он был тем, кто получает пенсию по СПК в основном, тем, кто получает пенсию с федеральной социальной доплатой. Но они, вернее, перерасчет был, пенсия увеличивалась. Но за счет того, что идет федеральная социальная доплата до 8410 рублей, пенсионеры не видели этого перерасчета и приходили второй раз для того, чтобы уточнить, почему не изменился размер пенсии. Вот если человек получает минимальную пенсию, доведенную до прожиточного минимума, естественно, этот перерасчет в размере 500 рублей он не заметит. Но если человек получает пенсию по инвалидности плюс единовременные выплаты в размере 2,5 тысяч рублей, как инвалиды второй группы получают, они могут заметить эту выплату или нет? Конечно, могут, потому что единовременная выплата – это одно, а размер пенсии – это совсем другое. Производится расчет пенсии. Вместо страхового стажа учитываются баллы, которые введены с 2015 года. И если им выгодно перейти на новую систему, то мы переводим. Значит, давайте обрисуем такой легкий портрет пенсионера, кому все-таки это положено. Потому что по официальным данным Пенсионного фонда Карачаево-Черкесии из 20 тысяч обратившихся пенсионеров 12% все-таки эту надбавку получили в размере 600 рублей в среднем. Значит, это должен быть пенсионер, у которого как минимум трое детей, он должен получать пенсию до 10 тысяч рублей в среднем. Ну, каждого, естественно, индивидуально. И если он инвалид второй группы, то, естественно, ему будет перерасчет учитываться. Естественно, да. Вот. И в этой связи очень интересный вопрос. Когда вот этот период за уходом за детьми учитывается при перерасчете пенсий женщинам. Ну, вот мужчины тоже спрашивают. Есть конкретный вопрос от одного из наших зрителей. У его супруга получают 14 тысяч рублей пенсию. У них четверо детей. У него пенсия 8 900. Естественно, его супруга пошла в пенсионный фонд. Ей пересчитали, сказали, что ей невыгодно. Она с этим согласилась. Теперь он спрашивает, могу ли я получить эти декретные пенсионные выплаты, чтобы ему добавили эти деньги? Да. Он имеет полное право обратиться к нам с пакетом документов. И мы обязательно пересмотрим размер его пенсии. То есть 80 лет старику реально уйти в декрет? Можно. Теперь скажите, пожалуйста, как это должно быть? Должна ли супруга дать письменное согласие для того, чтобы мужу начислили эти пенсионные накопления в период декрета? Нет, письменного согласия не обязательно. Подает кто-то один из супругов. Или жена, или муж. Если в базе у нас нет предоставления пакета документов, мы видим, кто его жена. И мы смотрим, были ли поданы документы, были ли учтены в перерасчете эти дети, то тогда мы отказываем мужу. Если же нет, то мы пересматриваем размер пенсии мужа. Но это когда муж и жена на старости лет в мире согласия живут. Скажите, пожалуйста, если супруги в разводе, а муж пришел впервые и начислил себе эту доплату к пенсию за декрет своей супруги, потом супруга может протестовать это? Практики не было, не знаю. Допустим, супруга, которая получала большую пенсию, или же может маленькую, она умерла. Он вдовец, но у него там четверо-пятеро детей. Он может ли прийти тоже на перерасчет? Конечно, может. И свои денежки получить? И будет, да. Но теперь самый главный вопрос, какие документы нужно привезти? И вот этот вопрос хочет вам адресовать ваш земляк, руководитель ансамбля «Казачка». Пожалуйста. Какие документы надо принести, чтобы до пенсии добавили? Чтобы пересчитать деток? Да, да. Вам нужно принести свой паспорт, свидетельство о рождении всех ваших детей. В свидетельстве о рождении детей зачастую, практически в 99% стоит штамп о том, что дети получили паспорт. Это подтверждает то, что дети по закону имеют право, то есть они прожили до полутора лет и больше, и тогда вы имеете право на перерасчет этой пенсии. Теперь скажите, пожалуйста, если дети живут в разных городах, в Уренгое, Питере, в Ставрополе и так далее, старик здесь живет со своей старухой в Зеленчуке, свидетельство о рождении достать, откуда привезти, но проблематично. Какие любые другие документы можно принести, доказывающие, что ребенок прожил полтора года и за него следует перерасчет? Да, естественно, можно взять справку о рождении в ЗАГСе. ЗАГС выдаст на каждого ребенка отдельную справку или одну общую справку, сколько детей у этого гражданина имеется. И мы можем посмотреть у себя в базе, допустим, получал ли он страховое свидетельство, зная какие-то паспортные данные, или в сельском совете, в сельском муниципальном поселении мы можем запросить справку о том, что эти дети рождены и прожили определенное количество времени. Сделал запрос в паспортный стол, где выдается куча... Есть документы, которые будут подтверждать, что этот ребенок прожил больше полутора лет. Теперь вот, то есть получается, если документов на руках нет у старика, он может пойти в ЗАГС, взять справки и прийти к вам. Да. Теперь другой вопрос. То есть это самый легкий вариант. То есть ЗАГСы везде работают. Но если, допустим, вот вы говорите, штамп в свидетельстве о рождении должен стоять и получение паспорта. Зачастую, когда получают дубликаты этих свидетельств о рождении, штамп там не стоит. В этом случае что делать? В этом случае мы просим муниципальные поселения выдать справочку, что ребенок прожил больше. Или берем, если есть у нас уже страховое свидетельство, как дополнительный документ, выданный на этого ребенка, который подтверждает, что он прожил определенное количество лет. И сейчас, если делать... Некоторые, если, допустим, дети уже, к сожалению, умерли, но были рождены и прожили требуемое законом количество лет, то нам предоставляют еще свидетельство о смерти, которая у них сохранилась. И это тоже учитывается. То есть ребенок полтора года обязательно должен прожить. Теперь такой вопрос, подытоживая эту тему. Если на руках нет документов, дети живут далеко, отчаиваться не надо, идем в ЗАГС, берем справку и приходим к вам. Все остальные документы будете запрашивать вы. Да, но по счастью этот бум уже прошел. И поэтому сейчас легче это сделать. И поэтому сейчас с такими предложениями к нам обращаются очень редко. Основной поток людей уже прошел. Вот сейчас продолжим тему надбавки к пенсиям за детей. Вот ваша землячка получила надбавку. Скажите, пожалуйста, вот сколько вам добавили к пенсии и сколько у вас детей? У меня шестеро детей. Мне добавили 1200 к пенсии. Круто было собирать документы? Да нет, но я принесла свидетельство о рождении, паспорт свой и все. Мне здесь все девочки сделали быстро. Вот, кстати, о быстром. Сколько по регламенту нужно рассматривать это заявление, надбавки или нет, положено или нет? И с момента подачи заявления сколько ждать? Ну, уже в следующем месяце, при подаче заявления в текущем месяце, в следующем месяце они уже видят, что есть произведен перерасчет и добавка пошла уже в следующем месяце. То есть сколько дней вы пересчитываете, проверяете документы? До 10 дней, не больше. Это ваш регламент? Вот обработка документов не более 10 дней. Ну, вот пенсионерка принесла документы или там пенсионер, который хочет в декрет на старый след пойти, а через 10 дней он просто может прийти, поинтересоваться, сколько ему добавят или он будет ждать пенсию и там увидит? Он может поинтересоваться в любое время. Через 2 дня, через 3 дня, через 10 дней бывают дела, которые обрабатываются очень быстро. Если идет большой поток людей, тогда немножечко медленнее. Теперь скажите, вот вы ему сказали, вам добавят там 500-600 рублей или там вот, как и ваши землячки, 1200 рублей. Может ли, имеет ли он право, чтобы ему перепроверили, правильно ли начислить, чтобы ему каждую копейку объяснили? Естественно, он имеет право узнать, за что и какая сумма и за что прибавилась к пенсии. Если, допустим, он сомневается в правильности перерасчетов, он может обратиться к другому специалисту? Естественно, он может обратиться к начальнику отдела или к группе, которая контролирует все назначения пенсии, проверяет, или к начальнику этого отдела назначения пенсии. И, естественно, покажут на бумаге, нарисуют все, дадут распечатку и покажут, за какого ребенка сколько вам добавилось. Если какой-то ребенок не учтен, то почему? Все это объяснят. Сколько надо родить детей, чтобы досрочно уйти на пенсию? У меня пятеро детей, если надо, могу родить еще. Скажите, пожалуйста, от количества детей зависит ли досрочный выход на пенсию? При рождении пяти детей и при наличии 15 лет страхового стажа могут выйти на пенсию в 50 лет. А если 10 детей, может там в 40 лет выйти человек? Ну, к сожалению, 5 и все, и в 50. Не предусматривается. Теперь по поводу работающих пенсионеров. Скажите, пожалуйста, в этом году им будет какая-либо прибавка? В этом году работающие пенсионеры, как и каждый год, в августе месяце, им будет произведен перерасчет пенсии, который будет зависеть от тех сумм страховых взносов, которые работодатель за них уплатил. Каждый август мы производим перерасчет тем, кто работает. И перерасчет мы производим с той суммой страховых взносов, которые за него заплатили. Баллы к этому никакого отношения не имеют. Сам расчет пенсии производится только с той суммой страховых взносов, которые работодатель за него заплатил. Теперь вопрос тоже о работающих пенсионерах. Вот сейчас им индексацию делают только по тем правилам, которые вы сказали. То есть те надбавки, которые делают другим пенсионерам по старости, им не делают. Если они выйдут на пенсию, то есть уже прекратят свою работу, через какое время им начнут добавлять и задним часом будет ли эта надбавка? Со следующего месяца после увольнения ему пересчитают размер пенсии и начнут выплачивать новый размер пенсии. С учетом индексации. С учетом индексации последней или за все эти годы? Последней индексации. Значит, пенсионерка спрашивает. У нее пенсия 7600 рублей, у соседей более 8500. Она говорит, почему у меня такая маленькая пенсия? Какая вообще минимальная пенсия должна быть? Минимальный размер совокупного дохода на пенсионера на этот год составляет 8618 рублей. Ну вот, а почему некоторые 7600 получают? Значит, у них есть доход в другом месте. То есть он или является работающим пенсионером, или он получает какие-то выплаты через управление труда и социальной защиты. То есть это ветеран труда, это реабилитация или другие какие-то льготы. Если пенсионер работает, то его пенсию не доводят до прожиточного минимума? Это совокупный доход. И он будет получать свои 7600? Он будет получать свои 7600. При увольнении возможно рассмотрение вопроса о доплате ФСД. А теперь вот такой вопрос. Вот пенсионерка работает, у нее 7600 пенсии. Может ли она за своих четверых или троих детей получить надбавку к этой пенсии? Конечно. Это не зависит от размера пенсии, работает, не работает. Вернее, размер пенсии не зависит от того, работает она или нет. Естественно, мы пересматриваем размер пенсии в зависимости от количества рожденных детей. И с учетом... То есть пенсионеры, которые сейчас работают, получают маленькую пенсию, они однозначно, если у них есть дети, могут к вам прийти, рассчитывать на эту надбавку? Естественно. И она не растворится в этой надбавке, доведенной до прожиточного минимума? Она не растворится, потому что она не получает надбавку, она является работающим пенсионером. Спасибо вам большое. Пожалуйста. ПЕСНЯ ПЕСНЯ А мы уже не молоды, ну и не состарили. Нам бы пенсии побольше, мы бы не печалили. Мы не приходить, уходили, любовались, а мы не какая ель, какая ель, какие жилищи на ней. Девочки, где вы? Тута, тута, а мое янюки-то нету. А девочки, где вы? Тута, тута, а мое янюки-то нету. Тута. Продается встроенное помещение. Кафе площади 179 квадратных метров в Черкесске, площадь Кирова 7 напротив Вечного огня. Стоимость 4,5 миллионов рублей. Можно частями с заключением договора нотариально обращаться по телефону 8-9-6-7-2-9-6-2-3-3-2. Продается четырехкомнатная квартира в Черкесске по улице Октябрьской, 311А. Все комнаты изолированы, лоджия, балкон, кухня 12 квадратных метров. Цена 3 миллиона 800 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-9-0-9-4-9-8-2-3-5-5. Размещение информации на доске объявлений в эфире телеканала «Россия-1» и «Радио России». 8-9-2-8-3-9-2-6-1-6-1. Вико пить! Наследника родить! Поздравляю папашу! Мальчик у вас! Пей, Вико! Живи легко! Новая весенняя коллекция обуви «Зенден». Скидки до 50% на весеннюю коллекцию. Могу позволить себе все вместе с «Зенден». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова